Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания всем, кто меня сегодня смотрит. Девочки, вы даже не представляете, какое это блаженство, когда не дует ветер. Я в этот раз думала, что он вообще никогда не закончится. И настолько был неприятный, леденющий жара на улице. Вот сегодня прохладно, плюс 18, но ветра нет. И даже то, что температура снизилась, как бы абсолютно не беспокоит. Он начался ночью, даже, наверное, вечером, да, вечером, воскресенье. И сегодня под утро, сегодня у нас четверг, и сегодня под утро только перестал. У соседей жалюзи, вот эти вот ставни, вернее, деревянные. И они их не закрепляют, или креплений нет. И они бах-бах-бах, уже, вы знаете, за вот эти вот дни я уже начала привыкать к тому, что... Ой, надену, наверное, я очки, потому что вышло... Думаю, солнца вроде нет, но очки возьму, потому что щурюсь. Щуриться, это значит морщинки вот здесь вот будут. Так что, девочки, в очках посижу. И уже по дому вот ходишь и привыкаешь. Вот такой вот завывающий ветер. А вечером так вообще аж... Ну, кошмар, короче говоря. Ладно, слава богу, он закончился. Но это поймут те, кто проживает в тех районах, где вот такие ветры. Они, конечно, особенно на метеозависимых людей, таких вот как я, как моя мама, действует... Ну, башка вот такая вот, и ничего не помогает. Перестал дуть ветер, и сразу тебе становится лучше. У нас сегодня праздник, но наш папа поехал на... Ну, как, не на работу, а поехал к клиентам. У него постоянно или суббота, или какой-то праздничный день, когда заказчики выходные, и есть возможность тихо, спокойно посмотреть объект, обсудить объем работ. И как только праздник или выходной, все дома, а мой едет по делам. Ну, ничего, работа это и есть работа. Вообще, этот год, вот что тут осталось? Смеленко дома сегодня, Артур вечером работает, что праздничный день, и в ресторан все пойдут по вечерам, как бы они сначала планировали сегодня тоже устроить праздник, ну, выходной, но потом решили, что нет, будет это не очень хорошо. И вот этот учебный год, он настолько быстро прошел, что тут осталось совсем немножко мая. В июне уже, ну, вот они сейчас после праздников будут у них все вот эти контрольные работы для перехода в следующий класс. И июнь месяц они учатся до начала июля, но июнь месяц обычно то экскурсии какие-то, то они там поделки делают, то они в школу в соседнюю едут там, чтобы, ну, с детками общаться, то какие-то соревнования, но учебы как таковой нет, что ребенок приходит, плюс в свое последнее время со всеми вот этими забастовками, то дома, то забираешь на обед. Короче говоря, учебный год прошел, пролетел, он настолько быстро пролетел, что мы вообще все, что раз-два, о, уже май месяц, уже конец учебного года, Миленка говорит, ой, так совсем чуть-чуть осталось, и каникулы, тем более они в конце месяца начинают в бассейн ходить, ну, опять же, вот видите, бассейн у них будет, так что вот так время бежит, и ты даже не замечаешь, как чем старше становишься, тем быстрее это время пробегает. Ой, девочки, хочу поблагодарить вас, так приятно, столько хороших комментариев написали, столько комплиментов моим покупкам сделали, я вот сейчас вот сижу и думаю, куда бы нам так выйти, сходить так хочется, выгулять вот это темно-синее платье, настолько оно красивое, нужно будет мне принарядиться, я просто сегодня как бы, ну, домашними делами занимаюсь, поскольку Пьер уехал, и думаю, нужно будет и то, и то сделать, я вот не люблю, когда все дома, и все мне мешают, и я люблю спокойно гладить, спокойно в шкафчиках разбирать, включаю там какую-то передачу, и слушаю, и вот слушаю, и разбираю, и сегодня занималась домашними делами, нужно будет надеть, но настолько красиво смотрится, хотя я в принципе, вы знаете, как в последнее время, особенно, да, не то, ну, как в последнее время, лет, наверное, пять уже, как летом, какие-то джинсовые юбки, шорты, зимой в основном брюки, какие-то толстовки, какие-то такие свитера, и чтобы вот так, знаете, как девочка-девочка, платьицы, сарафанчики, как-то вот, ну, не знаю, хотя очень приятно, вот, знаете, чувствуешь себя женщиной, вот надеваешь платье, туфельки на кавычках, и вот даже вот по-другому ощущение совершенно, чем как ты напялил джинсы, и папе он розов, у меня смотрите, какая красивая, я специально так уселась, чтобы вы красоту могли наблюдать, потому что, как бы, обычно я снимаю, я смотрю на красоту, если с той стороны, а вам-то ничего не видно, кроме меня, меня и так уже насмотрелись, так что, девочки, огромное, всем спасибо, очень приятно, и обязательно наряжусь, и покажусь, да, жду, я перепутала, думала, что, ой, не пойму, то ли капля капнула на очки, да, дождь, что ли, солнце и дождь, ну, это вообще красота, так что, сижу, дождь крапает, лиля в очках, ой-ой-ой, так вот, если бы капля не упала, то я бы и не увидела, у меня вот эти вот очки, я их надеваю, тогда у них линзы обычные, вернее, ну, как без диоприй, и я надеваю их тогда, когда, или дома на террасе выхожу, или когда вставляю для зрения линзы, что не в очках, а в линзах хожу, и вот они тоже, у них классно машину водить, потому что я люблю, когда вот большие, чтобы закрыто все было, чтобы темное, чтобы видно было хорошо, но если линзы не надеваю, я так вот, ну, что не бачу, вот что тут камера стоит, полтора метра, от меня, нет, точно, дождик капает, ну, вообще, я тут думала, посижу на природе, в красоте, ну, началась, там, вот такое, заточка сейчас пройдет, дождя на сегодня не обещали, обещали на выходные, завтра после обеда, и на выходные будет дождик, ой, ну, что же, да, оно закапало все мне, мои красивые очки, кстати, вот эти очки, очень всем нравятся, я покупала их, ой, да когда, это лон шамп, и покупала я их тоже, несколько лет назад, но вот такая форма, и плюс вот это вот, плавное затемнение, мне кажется, что такие очки, вообще, из моды, никогда не выйдут, очень я их люблю, они легкие, и удобные, надо будет еще, что-то посмотреть, такое, более, ну, какой-то другой формы, хочется, что ли, не знаю я, какие модные, какие не модные, я вообще, последнее время отстала, да, девочки, про сороковый размер, ой, ну, вот, со словами, я вот, абсолютно себе не в оправдание, думая, что, хотела сказать, что сороковые размеры, я уже не ношу, и давненько, уже 38, некоторые вещи, даже в 36 влажу, не знаю как, но я далеко не 36, 38 такой стабильный, маломерки, сороковку беру, и когда говоришь, вот, получается, ну, такую билиберду скажешь, что потом даже сам удивляешься, вот, буквально на днях, снимала видео, для второго канала, захотеть похудеть, и тема связана была с меню, и я вместо того, чтобы сказать, дневное меню, нет, дневной рацион, я сказала, обеденный рацион, сейчас я вам покажу, обеденный рацион, и села уже, когда за монтаж, думаю, боже, шо я сморозила, так вот и с размером, кто-то написал, это от слова сорока, ой, девчата, не говорите, и от сорока, и от ворона, чего только не скажешь, оно бывает так вот, вроде, раз, хочешь что-то рассказать, и раз-два рассказал, а иногда вот, думаю, вот, там, или про рецепт какой-то, или там что-то, ну, спрашивают, и я все, да ладно, там, завтра сниму, да ладно, послезавтра сниму, потом девочки пишут в комментариях, Лиль, ну, ты же обещала, вот как, сувид, ни туда не приготовила, эти рецепты, диетического питания, которые в сувид готовлю, не здесь, но она обещала, как я поняла, ничего нельзя планировать, ничего нельзя обещать, надо сделать, и потом уже, вот, нате, иначе, у меня вообще, давно уже, стоит, даже заикнуться, вот, в разговоре, между семьей, я уж там не говорю, о, всеобщем пространстве, вот, между своими родными людьми, что-то там, напланирую, что-то там, говорю, вот, я там буду делать, там, или там, я поеду в магазин, мне, звонит иногда, ну, с работы, говорит, Лиля, я там, недалеко от Карфора, или там, от другого супермаркета, может, что надо, ты мне, смс-ка, и пришли, список, я, как бы, заеду, и все куплю, не, 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 говорю, едь домой, не надо заезжать, я, вот, поеду там, в среду, вот, у меня в среду, я поеду в магазин, и что вы думаете, на среду, что-то такое происходит, или мама себя плохо чувствует, оставить нельзя, или нужно будет, какие-то другие дела, как посылку получать, ну, короче, кстати, про посылку-то, я перепутала вообще, все на свете, 10 числа, жду посылку, качеля-то, должна прийти вот эта защитная, не защитная, как основа, вот эта, вниз, которая брезентовая, плотная штука, и позже, все-таки, девочки, заказали мы, дополнительную, другую, другие подушки, я уже и думала, вот эту купить, как она называется, ну, веревку мне женщина прислала, как она перетягивала мебель, там, классно, конечно, посмотрела на цену, вот этой веревки, которую нужно, метраж, все просчитала, там есть ссылки на видео, девчата поприсылали, всем огромное спасибо, надо будет что-то, ну, попробовать это сделать, посмотрела цену, и получилось, что вот эта вот веревка, которая, ну, плотная, хорошая, она стоит дороже, чем купить новую, вот эту подушку, и в итоге заказали мы подушку, цвет выбрали, такой темно-синий, не знаю, как он будет наяву, но на картинке красивый, и я же жду все эти вещи 10 числа, не знаю, почему, почему 10, а на самом деле, они с 20 по 25 должны прийти, так что на следующей неделе, сделаем качелю, нужно будет отпороть, вот это все убрать, развинтить ее, ну, развинтить-то я, может, и смогу, не знаю, я хотя бы с этими ключами, я с ними не дружу, есть женщины, которые мебель собирают, и гайки им прикрутить, я шуруповертом, и то, ой, ну, начинает капать, ладно, девочки, пойду, не буду я мокнуть, еще раз хочу всех поблагодарить, за добрые слова, за ваши теплые комментарии, очень приятно, правильно я сделала, как вы мне давно советовали, всех у тех, медуз горгон, поудаляло, и остались только люди, которым действительно интересно смотреть, независимо от темы видео, потому что у всех бывают, и какие-то положительные моменты, бывают какие-то не очень положительные моменты, и когда тебе человек интересен, не просто, чтобы там написать, вылить свой негатив, а из-за того, что тебе интересно, что он делает сегодня, завтра, послезавтра, конечно, такие люди никогда гадости не пишут, вот, все я сегодня высказала, целую, девчонки, обнимаю, пойду, я буду заходить, потому что дождик уже начинает, так конкретно подкапывать, и, конечно же, увидимся,